Сочинение Евгения Боротынского. Эта запись сделана для проекта LibriVox. Все записи LibriVox являются общественным достоянием. Для справок и помощи проекту, пожалуйста, посетите сетевую страницу LibriVox.org. Евгений Боротынский. Стихи 1837 года. Осень. И вот сентябрь, замедля свой восход, сияньем хладным солнце блещет, и луч его взерцали зыбком вод, неверным золотом трепещет. Седая мгла вьется в круг холмов, росой затоплены равнины, желтеет сень, кудрявая дубов, и красен круглый лист осины. Умолкли птиц живые голоса, безмолвен лес, беззвучны небеса. И вот сентябрь, и вечер года к нам подходит на поля и горы, уже мороз бросает по утрам свои сребристые узоры. Подымется ненастливый эол, пред ним помчится прах летучий, качаяся завоет роща, дол покроет лист ее подучий. И набегут на небо облака, и, потемнев, запенится река. Прощай, прощай, сияние небес, прощай, прощай, краса природы, волшебного шептания полный лес, златочешуйчатые воды, веселый сон минутных летних нег. Вот эхо в рощах обнаженных секирою тревожит дровосек, и скоро снегом убеленных своих холмов и рощей зимний вид свинцовый ток туманно отразит. А между тем досужий селенин плод годовых трудов сбирает, сметав в стога скошенный злак долин, с серпом он в поле поспешает. Гуляет серп на сжатых бороздах, снопы стоят в копнах блестящих, или тянутся вдоль женивы на вазах под тяжкой ношею скрипящих. И хлебных скирд, золотоверхий град, подъемлется кругом крестьянских хат. Дни сельского святого торжества, а вины весело дымятся, и цеп стучит, и с шумом жернова ожившей мельницы крутятся. Иди, зима, на строгие дни себе припас оратой много блага, отрадное тепло в его избе, хлеб-соль и пенистая брага, с семьей своей вкусит он без забот своих трудов благословенный плод. А ты, когда вступаешь в осень дней, оратой жизненного поля, и пред тобой во благостыне всей является земная доля, когда тебе житейские бразды, труд, дольный подвиг награждая, готовятся подать свои плоды, и спеет жатва дорогая. И в зернах дум ее сбираешь ты, судеб людских достигнув полноты. Ты так жили, как земледел богат, как он, и ты с надеждой сеял, как он, и ты о дальнем дне наград сны позлощенные лелеял. Любуйся же, гордись восставшим им, считай свои приобретения. Увы, к мечтам, страстям, трудам мирским, тобой скопленные презренья, язвительный, неотразимый стыд души твоей обманов и обид. Твой день взошел, и для тебя ясна вся дерзость юных легковерий, испытана тобою глубина людских безумств и лицемерий, алкаемых неопытным тобой, сердечных нег вкусив отраву. Ты, может быть, любовью мировой, пылая, звал и ведал славу. О, для тебя уже призраков нет, их разогнал неодолимый свет. Кругом себя взор отрезвелый ты с недоумением обводишь. Где прежний мир? Где мир твоей мечты? Где он? Ты ищешь, не находишь. Ты, некогда всех увлечений, друг, сочувствий пламенный искатель, блистательных туманов, царь и вдруг, бесплодных дебрей созерцатель, один с тоской, который смертный стон, едва твоей гордыней задушен. Но если бы негодование крик, но если бы вопль тоски великой из глубины сердечной возник, вполне торжественной и дикой, костями бы среди своих забав содроглась ветреная младость, играющий младенец, зарыдав, игрушку бы выронил, и радость покинула б чело его навек, и заживо б в нем умер человек. Зовишь теперь на праздник честный мир, спеши, хозяин тароватый, проси, сажай гостей своих на пир, затейливый, замысловатый, что лакомству пророчит он у тех, каким разнообразием брашен блистает он, но вкус один во всех, и как могила людям страшен, садись один и тризну соверши по радостям земным твоей души. Какое же потом в груди твоей не водворится озаренье? Чем дум и чувств не разрешится в ней последнее вихревращенье? Пусть в торжестве насмешливом своем ум бесполезный сердце трепет, угомонит, и поздных жалоб в нем удушишь, недостойный лепет, и примешь в грудь, как лучший жизни клад, ты дар его, мертвящий душу хлад. Иль отряхнув видение земли порывом скорби животворной, ее предел завидя не вдали, вдруг умиленной, вдруг покорной, возмездий край благовестящим снам, доверясь чувствам обновленным и бытиями тежным голосам, всесильным глазом примиренным, внимающий в веселье и тиши лучам небес раскрывшейся души. Предпромыслом оправданным ты, Ниц, падешь с признательным смирением, с надеждою, невидящей границ и утоленным разуменьем, знай, внутренней своей вовеки ты не передашь земному звуку и темных чад житейской суеты не посвятишь в свою науку, знай, дольняя иль горняя она нам на земле не для земли дана. Вот буйственно несется ураган и лес подъемлет говор шумный и пенится и ходит океан и в берег бьет волной безумной так иногда толпы ленивый ум из усыпления выводит глаз, дикий глаз, вещатель общих дум и страстный отзыв в ней находит, но высшего понятия глагол дол носится, не отзываясь дол. Пускай, приняв неправильный полет и вспять стези не обретая, звезда небес в бездонный мрак падет, пусть загорится в них другая, неявствует земле ущерб одной, не поражает ухо мира, далекого ее паденья, вой, как в беспредельности эфира, ее сестры на врожденный свет и небесам восторженный привет. Зима идет, и тощая земля в широких лысинах бессилья и радостно блиставшие поля золотыми классами обилья, со смертью жизнь, богатство с нищетой, все образы годины бывшей сравняются под снежной пеленой, однообразно их покрывшей, перед тобой таков отныне свет, но в нем тебе грядущей жатвы нет. Новинское А.С. Пушкину Когда поэта красота своей улыбкой оживила, не думай, чтоб любви мечта его глаза одушевила, нет, это был сей легкий сон, сей тонкий сон воображения, что посылает Аполлон не для любви, для вдохновения. Мысль Сначала мысль воплощена в поэму сжатую поэта, как дева юная темна для невнимательного света, потом, осмелившись, она уже увертливо, речисто, со всех сторон своих видна, как искушенная жена в свободной прозе романиста, болтунья старая, затем, она подъемля крик нахальный, плодит в полемике журнальной, давно уже ведомая всем. 1839 год Благословен так в дикий смысл порока посвящает нас иногда чуть явственный намек. Были бури, непогоды, да молодые были годы, в день ненастный, час гнетучий, грудь подымет вздох могучий, вольной песнью разольется, скорбь невзгода распоется, а как век-то, век-то старый обручиться с лютой карой, крупный груз с груди усталой уж не сбросит вздох удалый, не положишь ты на голос с черной мыслью белый волос. Еще как патриарх не древен я, моей головы не умастил таинственный елей, непосвященных рук бездарно возложенья, и я даю тебе мое благословение. В знамение ином, о, дева красоты, под этой розою челом склонись, о, ты, подобие цветов царицы ароматной, в залог румяных дней и доли благодатной. Толпе тревожный день приветен, но страшна, ей ночь безмолвная, боится в ней она, раскованной мечты видений своевольных нелегкокрылых грез, детей волшебной тьмы, видений дня боимся мы людских сует, забот юдольных. Ощупай, возмущенный мрак, исчезнет, с пустотой сольется тебя пугающий призрак, и заблужденью чувств твой ужас улыбнется. О, сын фантазии, ты благодатных фей, счастливый баловень, и там в заочном мире веселый семьянин, привычный гость на пире неосязаемых властей. Мужайся, не слабей душою, перед заботою земною ей исполинский вид дает твоя мечта. Коснися облако нетрепетной рукою, исчезнет, а за ним опять перед тобою обители духов откроются врата. Приметы Пока человек естества не пытал горнилом, весами и мерой, но детски вещаньем природы внимал, ловил ее знамение с верой. Покуда природу любил он, она любовью ему отвечала. О нем дружелюбной заботы полна, язык для него обретала. Содрева пред тайно грозящей бедой вран каркал ему в опасенье, ширяясь над ним в высоте голубой орел ободрял дерзновенье. На путь ему выбежав из лесу волк, крутясь и подъемли щетину, победу пророчил и смело свой полк бросал он на вражью дружину. Чета голубиная вея над ним, блаженство любви предрекала, в пустыне безлюдной он не был одним, приветная жизнь в ней дышала. Но чувство презрев, он доверил уму, вдался в суету изысканий, и сердце природы закрылось ему, и нет на земле прорицаний. Обеды Я не люблю хвастливые обеды, где сто обжор, неведая беседы, жуют и спят. К чему такой садом? Хотите ли, чтоб ум воображения привел обед в счастливое броженье, чтоб дух играл с играющим вином, как знатоки Эллады завещали? Старайтесь, чтоб гости за столом не менее камен своим числом числа харид у вас не превышали. Звезды Мою звезду я знаю, знаю, и мой бокал я наливаю, наливаю, как наливал, гоненьем рока, злобе света смеюся я, живет не здесь в звездах муэта душа моя, когда ж коснутся уст прелестных уста мои, не нужно мне ни звезд небесных, ни звезд аи. конец стихов 1839 года новости года аи. которое наста瑞 19-го θη мая память нэ и мая 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 мая